Музыка Замороженную тушу амурского тигра пытались продать в Приморье. В ближайшее время будет решен вопрос об открытии уголовного дела. Браконьеров нашли в Дальнейреченском районе сотрудники ФСБ совместно с представителями центра «Амурский тигр». Правоохранители выяснили, что краснокнижного зверя два приморца убили в декабре прошлого года, а в этом решили продать добытое. Сейчас они задержаны, изъятую тушу передали на экспертизу. Газификация региона вступает в активную фазу. Об этом заявил губернатор Приморья во время видеоконференц-связи. Напомним, в сентябре 2020 года между правительством Амурской области и Газпромом была подписана программа газификации региона с этого до 2025 года. В ближайшую двухлетку планируется газификация зато Циолковский 2021 год, 2022 год свободный, с 2023 года Благовещенский и Благовещенский район. Магдагаченский район, 2025 год. По прогнозам, в этом же году уровень газификации области должен составить 12%. Условный пожар на корабле потушили огнеборцы Благовещенской. Отработка действия проходила 28 января. По легенде, при проведении ремонтно-сварочных работ возник пожар в трюме речного судна технического флота. В насосном отсеке корабля оказались заблокированы пять человек. Главной задачей личного состава пожарной охраны гарнизона было организовать тушение судна, спасти людей и предотвратить распространение огня на рядом стоящие корабли. С задачами учений личный состав пожарно-спасательных формирований справился. Пожар потушили, людей спасли. Суда, находившиеся рядом, не пострадали. Поиски пропавшего водителя большегруза, провалившегося под лед Зейского водохранилища, продолжаются. Уже обследовано 38 километров. Он потерялся 27 января в 20 километрах от поселка Снежногорск. По предварительной информации, большегруз направлялся в поселок Горный, однако лед не выдержал такого веса, в результате чего фура ушла под лед. Водитель успел выбраться из кабины автомобиля, об его местонахождении до сих пор ничего не известно.